Первыми на встречу пришли жители села Беседы. И еще до начала обсуждения каждый смог ознакомиться с предлагаемым планом проекта, который поможет решить важнейшую для жителей трех населенных пунктов проблему – водоснабжение и канализование. Появлению проекта на бумаге предшествовала большая работа, в том числе и ряд подобных встреч. На этом собрании глава района рассказал о том, каким образом можно реализовать проект, какие административные процедуры необходимо пройти. Мы уже предварительно всю дорогу шагов проработали и разбили этот проект на этапы его реализации. Мы сделали предварительные расчеты, которые станут основой и пойдут в соответственную государственную экспертизу. Сам проект предполагает, что будет построен основной коллектор, к которому подключатся населенные пункты сначала по улицам, потом и каждый дом в отдельности. Также и с водообеспечением. Вода будет поступать из Москвы, соответственно, и стоки все будут уходить в Москву. Центральные магистрали построят за счет районного бюджета. Мы сейчас говорим о том, что мы можем при хорошем раскладе реализовать первый этап к январю 2018 года. Первый и второй. При наличии денег. Сложнее вопрос обстоит с подключением домов и улиц. Если ждать денег из бюджета, говорит Олег Хромов, дело затянется на десятилетие. Ведь порядка 200 миллионов рублей уйдет на основной проект. Поэтому поступило предложение жителям объединиться в некоммерческие партнерства. Посильное участие их поможет быстрее воплотить идею в жизнь. Сельчане внимательно слушали каждое сказанное главой района слово, и всех волновал один и тот же вопрос. Главное, конечно, цена вопроса. Мы понимаем, что пока это не будет официально, но хотя бы люди, чтобы знали, к чему им готовиться. У нас ПТОГХ разработает, соответственно, первую схему. Предварительно ее обсчитает с учетом сложности рельефа. Это все можно сегодня прикинуть. Мы не знаем, с чем мы столкнемся внутри, но примерно, и тогда, когда мы готовы будем обсуждать либо плату за подключение, либо некоммерческое партнерство, мы с вами соберемся и скажем, у нас есть предварительная схема. Расчеты будут вот такие-то. Староста села Беседы Надежда Шпитонкова выразила и другие опасения жителей села относительно реализации плана подключения улиц и домов к центральной магистрали. Глава постарался ответить на каждый вопрос. По сегодняшним результатам я полностью удовлетворена. Если раньше были сомнения у жителей, то, я думаю, сейчас Олег Владимирович убедил людей, что нам необходимо это делать, и мы будем, конечно, поддерживать, и все ждем, хотим жить цивилизованно. Олег Хромов, по его словам, ожидал большего числа участников встречи со стороны сельчан. И все же основная цель налаживания диалога достигнута. Жителей больше интересовало, когда закончится болтовня и когда начнутся реальные действия. Потому что десятилетиями, и когда было поселение, и когда его не было, им рассказывали о том, что московская вода и, соответственно, канализация будет в сельских населенных пунктах. Но вот только в 2017 году мы приступаем к реальной реализации этого проекта. Пользуясь случаем, сельчане обратились к руководству района и с другими волнующими их проблемами. Ни один вопрос не остался без ответа. Татьяна Брылов, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.